Вы знаете, очень нужен герой-современник, а у нас такие есть. Вот был, судя по многим данным, убит за веру, убит, отказавшись веру сменить, русский солдат Евгений Родионов во время известного конфликта в Чечне. Такие люди сегодня должны вдохновлять молодых людей. Вот об их жизни нужно снимать фильмы. Так же, как и о древних святых, которые были настоящими героями духа. Вот преподобный Иосиф Володский, собственно, заложил основу самостоятельности исторического пути России после князя Владимира, отказавшись идти по пути тех западных обществ, где ростовщики, тогдашние бизнесмены, вместе с какими-то элитными слоями пытались перепрограммировать народ через смену веры. Иосиф Володский восстал против этого практически один и смог поменять позицию и тогдашних элит, и защитить настоящую позицию тогдашнего общества. О таких людях нужно снимать фильмы. За ними хочется идти. И, наверное, для того, чтобы за ними шли особенно молодые люди, за воинами, за спортсменами, за лучшими государственными деятелями, за святыми, нужно как раз больше говорить об этих людях через фильмы. Так же, как и через песни, может быть, через компьютерные игры, через стихи, через всякие мультимедиа-штуковины. Не важно, через что передается послание, важно, что оно влияет на душу людей, а ничто не влияет так, как пример живого человека лучше всего современника или человека, относящегося к недавнему прошлому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!